Вот я и приехал в Словакию, в Братиславу. Сама поездка от Вены до Братиславы заняла около часа. Забронировал я хостел, отдал 12 евро всего лишь за сутки. До конца доломал чемодан, там отвалился колесик, почти, почти отвалился колесик, и два задних, то есть основные также скоро отвалятся, потому что там трещина пошла вообще по всему чемодану, блядь. Нужно еще как-то до Венгрии доехать. Ну ладно, ничего. Сейчас идем смотреть город, что он из себя представляет. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Довольно как-то простенько после Чехии, после Австрии, но вот этот вот замок, там вдали, в принципе, как я считаю, особо не имеет смысла туда залазить. Нет, я, конечно, залезу все покажу, но со стороны он смотрится намного круче. Просто вблизи, ну как бы обычная каменная стена, все дела. А здесь со стороны как-то презентабельно. Прям вообще пушка. Обычные домики, то есть это старая часть города. Ну туда мы еще дойдем. В новую часть как-то особо нету смысла идти. Ну кто, кто не видел обычный город? Город как город, как и везде. А вот старые дома имеют место быть. Кстати, когда искал отель, ну то есть посмотрел на карте, где он находится, а там ни вывески, вообще ничего нету, куда идти, что идти. В итоге какая-то девушка остановилась, спросила, какой хостел я ищу, сразу поняла то, что я турист и показала, куда мне идти, а там ни вывески, ни хрена не было. Ну короче, мне повезло, так бы и ходил бы кругами. Как-то так в общих чертах. А дальше мы еще пойдем посмотрим. Вот и вошел я вовнутрь. Вход абсолютно бесплатный. Даже машина здесь стоит. О, ну только пришлось подниматься очень высоко. Он же просто типа как на горе такой стоит, этот замок. Такая дорожка. Ну его нафиг. Кстати, чуть выше поднимемся, там я видел со стороны памятники есть. Ну, куда без них, без них, куда без них, никуда. Блин, так спокойно, так хорошо. Детская площадка. Блин, в таких местах, вот в таких местах, чтобы еще детская площадка была. Нет, ну это уже слишком. А, кстати, вот еще одно место. И там вдали новый город виден. То есть высотки. Чуть-чуть отойдем. Нет, не отойдем, а наоборот. Подойдем поближе. Чтобы посмотреть. Вот та самая площадка. Вот со стороны. Замок. Зарплаты куплю себе. Его. А, кстати, там еще мост. Ладно. Хрен с ним. Потом дойду. Так. Вот оно. Прекрасное сооружение. В принципе... А, вот. А, да. Вот, кстати. Новый город. Похожая тематика, как в Чехии, но немного на минималках. Немного на минималках. Ну, плюс-минус то же самое. Так. Что, идем дальше. Поднялся я на самый верх. Там лестницы идут туда, потом еще ниже, потом еще ниже. В принципе, здесь прикольно. Ворота. Если вблизи смотреть, я как и говорил, что особо ничего такого примечательного нету. Ну, все же, так как я уже сюда приехал, оба на площадь, где открывается офигенный вид на город. Нет, площадь офигенная, но вид как-то не очень, потому что все как-то довольно туманно, что ли. Может, получится что-нибудь заснять интересное, но пока что... Как-то так. Там еще флаг Словакии. Где-то там вдали развивается. На ветру. Ну, памятник. Ё-моё. Что здесь еще будет? Вот я как и говорил, вот эта вот смотровая площадь. А, нифига себе, что здесь еще есть. Река Дунай. Стройка ведется, там уже лес. Гора какая-то небольшая вдали. Вот, в принципе, город. Ну, какая-то туманность, ну, прям, прям не очень. Особо глазу не за что зацепиться именно по эту сторону города. Ну, так, в принципе, ну, как бы есть на что посмотреть, но все же, это не те места, если сравнивать с другими странами, куда стоит приехать. Ну, так, прикольно, в принципе, это место, прикольно. Ну, так, насчёт. Ну, так, прикольно. Ну, так. в большей части я отношусь к наглым туристам потому что я вот вот лежу здесь вот здесь в принципе мы могли упасть но я не упаду блин как хорошо сейчас сейчас так тепло сейчас так тепло прям сказка сказка михайловские ворота так она будет выглядеть задали потому что не имеет смысла подходить поближе чтобы не смотреть вот так вот вот куда не пойдешь здесь словакии везде такая верхушка то есть такая зелененькая светло-зеленая я как обычно целый пакет сувениров набрал отдал 50 евро за все куда дороговато но как-никак память очень интересный момент куда бы я не пошел нигде практически не работает карта то есть из четырех мест или из пяти мест в одном месте только работала карта то есть сувенирные лавки заходил карта там нихрена не работает только наличные принимают в обычной кафешке заходил или или это просто мне так повезло я не знаю но все же имеется ввиду просто вот я например наличные с собой не ношу практически никогда ну иногда там не знаю евро 10 будет в кармане потому что это не имеет никакого смысла поэтому на всякий случай чтобы имели ввиду здесь мы видим сразу две достопримечательности марианский столб сейчас мы его обойдем и старая ратуша она там сверху немного даже здесь немного пошарпанная как я понял словаки это нормально ну то есть братиславия здесь еще что-то написано какая-то надпись возможно заклинание чтобы получить гражданство вариант если вы так подойдем поближе нет она везде пошарпанная вот здесь кстати здание которые рядом но прикольная то есть плитка которая сверху выложен аккуратненько так добавляет больше красок и такая небольшая площадь кстати фонтан не знаю нет не работает мне не работает не работает блин красота как мы видим фонтан и работает паня в плане вообще но все же я решил не нарушать традиции и бросить монетку хотя бы так надеюсь может быть я сюда вернусь еще как-нибудь или хотя бы буду проездом как вариант жаль жаль не посмотрим на фонтан вот я короче такой иду иду смотрю чел грустит я такой его обнимаю я думаю мы с ним как-нибудь подружимся не знаю постопарик утяпнем как-нибудь согласен студент бля я думаю он согласен этом он не будет против так что жизнь прекрасна иду такой смотрю еще один чел грустит наверное устал с работы ну как бы мне так же скоро на работу на следующей неделе возможно в нидерланды поеду не знаю ну и короче чел не грусти все у тебя будет все у тебя получится скоро получка зарплата так что все у тебя будет словацкий национальный театр также здесь как же без площади ну как обычно то есть стоит самый главный театр площадь не хватает не хватает зелени то есть нужно ждать лето чтобы все позеленело расцвели деревья тогда будет вообще то есть сказка фоточки в инсту только так пойдут как обычно я выбрал не то время для путешествия ну да ладно все равно здесь принципе прикольно довольно кстати большая площадь вроде как вижу сам конец площади более детальный обзор также здесь статуя на этот раз без заклинаний каких-либо блин вот эти вот фонари вообще в тему идут таких зданий то есть вообще то есть такое архитектуры так более детально посмотреть плане также здесь вот сама площадь но но без листвы так как я говорил и очень сильно не хватает такие вот улочки такая вот комната кстати давид из окна ну в принципе блять ну пойдет делаем из атаки это деньги за какие-то деньги вот кстати моя кровать я могу сразу лежать и смотреть прямо в окно типа здесь ящики такие есть чтобы вещи хранить только без замка ну да ладно все же я решил перейти сюда вечером сейчас 8 часов вечера хочу свысока посмотреть на ночной город братья слава сейчас дойдем до смотревые площадки и все увидим вот так он освещен со стороны довольно ярко не правда ли довольно много освещения там чуть дальше будет сама площадка откуда ведь город как на ладони то есть и старый город и новый город старый город как-то очень плохо освещен вот эти вот фонари они слепят очень сильно так и портит саму картинку там новый город то есть высотки стоят здесь это ратуша там чуть дальше будет мост сейчас мы его увидим вот так город выглядит ночью свысока если посмотреть очень красиво получилось на фотографии кстати вот вам на будущее если также кто-нибудь приедет сюда нужно залезть сюда где вот этот замок там лестница будет вы в любом случае и увидите то есть становитесь здесь и весь город как на ладони то есть здесь здесь прекрасно реально вот я сверхъестественного ничего не не ждал вот братья славы но но ночью город прекрасен ночью город прекрасен к сожалению материала особо много не получилось потому что я здесь всего лишь один день к сожалению сожалению и в основном все таки самые ходовые достопримечательности находятся очень в малом кругу то есть буквально километр на километр то есть все максимально рядом принципе можно было бы еще сходить в новый город там где высотки стоят но что этом не видел обычные современные высотки здания вот посмотреть старую старую архитектуру это уже совсем другое дело поэтому завтра я еду в будапешт последний мой туристический город и все на работу на этом мой тур по братиславе словаки заканчивается спасибо за просмотре то что смотрите если нравится то ставьте там палец вверх чтобы и пишите в комментариях чего бы вы хотели и чтобы вы хотели увидеть я это обязательно покажу в следующем видео спасибо всем удачи